Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на моё новенькое видео по игре Евротрак Симулятор 2. В общем, друзья, сегодня у нас будет вторая серия, наверное, если это можно так назвать её, по дальнобою по Бразилии. В общем-то, совсем недавно у меня на канале вышел ролик по этой замечательной карте, которая, сразу скажу, платная, но в любом случае ссылку на сайт я оставлю в описании. И, ну, уж честно не знаю, я не задавался такой целью, чтобы найти, что кто-то снимает там из русскоязычного комьюнити, по ней кто-то ещё, но вот вроде как я один, и я вот просто чувствую своим долгом, что вот я должен вас познакомить максимально с этой картой, и, ну, мало ли вдруг там кого-нибудь заинтересовать. Сразу скажу, я никаких денег не получал за обзоры, за геймплей, за прочее, ни копейки я не получил, единственное, что я только получил, это бесплатную карту, всё, остальное, это исключительно моё желание, потому что я уже чувствую, что скажут, вот, рекламная кампания, продался бразильца, ну, как всегда, короче, вот это начинается сразу. Вот почему-то, побомблю немножко, ребята, поедем, почему-то в последнее время я стал всё чаще замечать, что если человек, у которого есть там ютуб-канал, неважно абсолютно какого количества там подписчиков собрано на этом канале, если что-то этот человек рекомендует, значит, ему за это заплатили. Ребят, ну, в самом-то деле вы, чего уж совсем-то, людей-то, которые занимаются вот своим делом, всех под одну гребёнку доравняете, зачем? Не понимаю я этого, да и тем более, за что здесь брать деньги, просто за какую-то карту для Евротрака, ну, вы серьёзно, что ли, ребята? Итак, друзья, поедем мы с вами на Renault F-Max, тот самый, самый качественный турецкий мод, и вот опять же, писали, кстати, в комментариях, что мне заплатили турки за обзор этого мода. Нет, ребята, докажите, ни одного платежа мне перечислено не было, единственное, только мне дали мод раньше, там, на три или на сколько дня, я уж не помню. Обзор, кстати, если что, есть, и, кстати, ребята, эта версия немножко иная, это финальная версия, у меня была предрелизная, естественно, на ней там были некоторые косяки по салону, которого вы обнаружили, красавчики, прям, вообще, спору нет. Итак, запускаемся, в общем-то, поедем, повезём мы с вами тротуарный камень, 23 тонны, и, друзья, как я вам и обещал, сегодня наша серия будет по перевалу. Я выбрал самый простой перевал, который только здесь можно было найти, горный перевал имеется в виду, да? Мы поедем с вами, вот, в Петрополис, не знаю, может быть, там это вообще как-то по-другому называется в оригинале. Ехать нам всего лишь 56 километров, но так как карта в масштабе один к одному, и плюс ко всему мы будем подниматься в гору, я хер знает, сколько мы будем ехать. Так что, ребят, всем вам заранее, приятного аппетита, кто решит покушать, приятного вам всем просмотра, друзья. Я думаю, я буду страдать, почему-то мне так кажется, потому что 23 тонны, 500 лошадиных сил, ну фиг знает, как это сейчас всё будет у нас ехать. В общем, ребят, хорошей нам дороги, поехали, что я ещё хочу сказать. Потихонечку будем отправляться. Так, надо немножко зеркала отстроить, потому что что-то они по умолчанию как-то слишком прям так стоят, направлено на грузовик, поэтому надо немножечко эту ситуацию исправить. Так, наверное, сделаем вот так, потом мы отрегулируем вот так, и потом мы, соответственно, отрегулируем это всё дело вот так. Писали вы, кстати, про зеркала, типа, что за хрень такая, почему там так много пластика, но вот я вроде смотрю, что вроде как их, по-моему, немножко подправили. То есть они стали чуть-чуть больше, хотя, может быть, я ошибаюсь. А, поворотники у меня не назначены, ну ладно, без поворотников поедем, тупо как бразильский дальнобойщик. Так, ну что, ребята, поехали. Не знаю, что вижу, то и буду комментировать. Я всегда руководствуюсь только этому принципу, то есть я заранее не готовлюсь, там, уместности не узнаю, как бы, там, все её прелести и интересности. Но здесь хоть хорошо, то, что, если что, можно будет на соседнюю полосу вытянуться, потому что тут у нас одностороннее движение. Ух ты, а тут уже, да, веселуха пошла. А сам этот трэш весь впереди. Ну, вроде пока ничего. Полтинник идём, 23 тонны в гору волокём. Ну, хотя подъём сейчас просто вообще, я вам говорю, это самый-самый простой подъём, который только можно здесь было найти. Там туда южнее, там начинается самая настоящая жопа. Серьёзно, ребята, если вам это видео зайдёт, то, я думаю, ещё один ролик у нас будет. Прокатимся ещё по южной части Бразилии. Зацепим вот эти самые дороги, где мосты с физикой. Где досточки там шевелятся, сами мосты вообще шевелятся. Надо будет это вцепить. Если чё, у меня газ в палац вообще просто. Я вот, если жму, то жму. Ох, ёбки, хитра себе! Хо-хо! Вот это да! Пошла жара! Нормально! Ну, чувствуется, что еле-еле-еле как скорость уже падает, падает, падает и падает. Сколько мы там, сороковник идём? И на этом как бы всё. И смотрите, нас вон бразильские длиннобойщики обгоняют. Я хотел сначала взять ту самую Scania капотную, но что-то так подумал. Блин, она уже была, как-то повторяться не особо хочется. Поэтому, наверное, мы с вами возьмём F-MAX. Тем более, новая машина. Сейчас она будет на нереальном хайпе. Она действительно очень качественная. Сейчас просто в каждом ролике, у каждого она будет появляться. Прям машина реально обречена на успех. Очень классная тачка. Турки прям молодцы на самом деле. То есть, вот если вспоминать их буквально ещё год назад, какие они моды делали, да. Это, ну, просто трэш конкретный был сейчас. Если даже посмотреть там на те же легковушки. Ну, молодцы на самом деле. Видно, что они работают, они стараются и делают неплохие моды. Красавчики, что я хочу сказать. Да, это мы всё поднимаемся, ребят. У нас это всё будет подъём. Капец, влево-вправо, влево-вправо. Ну, на самом деле, мне такое нравится. Это хоть не скучно. Вроде не цепляем. Прицеп екеря у меня, если что. Он низкопольный такой у меня. Высокий, здоровый. Даже выше самого грузовика. Мне вообще надо просто ехать, походу, посередине. Ну, что-то моргнуло. Не знаю, что это было. Вот проблема Евротрака, вот, лично для меня заключается в том, что, когда ты в гору поднимаешься, ты чувствуешь, это только когда машину не тянет. То есть, как-то уровень земли ты не ощущаешь. Так, ну, мы выбрались на поверхность. Если это можно так назвать. Звуки какие у него приятные. Где-то там внизу он шебуршит. Многие писали, что типа тихие звуки. Да не, ребят, вполне нормально. Это же новый двигатель. Сейчас все современные двигатели, они для грузовиков, они, можно сказать, тихие. В салоне так особенно. Взять там тот же MP4 Actors, который вот у нас есть, да, в игре здесь. То есть, он вообще реально как холодильник работает. Этого практически не слышно. Здесь он прям такой четкий, классный. Хорошо так отрабатывает. Вася, конечно, хорошо постарался, записал звуки. EVR, если что, ребята. А то я помню, как бомбили на автора, что он на MAN Евро 6, где он его в России взял, а просто там зайти на сайт и посмотреть, что человек живет в Украине и записывает звуки с украинских грузовиков. Это ума не хватило никому сделать. И по итогу и человека оскорбили, и меня это задело, если честно, что написали, что он с Ютуба ролики вырезал, нарезал звуки и продает их. Но это вообще уже, я не знаю, извините, у меня полный пиздец. Как до такого можно было додуматься? Я просто не понимаю. Ну, ничего, с юмором отнеслись к этой ситуации. Счет месяц или сколько? Ну, кстати, да, месяц уже прошел с того момента, как ориношка вышла. Тэшка имеется в виду. Вроде как тоже для нее должны были быть звуки, но пока что-то, ребят, как-то тишина. Как только мод этот попадет ко мне в руки, сразу, ребят, на канале будет обзор. Я уже прям потираю ладошки уже целый месяц. Не могу дождаться, когда же скорее-скорее-скорее этот звуковой мод выйдет. Так, ребят, ну что, давайте, может быть, снежки как-то мы посмотрим вообще, как мы поднимаемся. Ух ты, а красиво. Так, аккуратно. Сейчас, пацаны, секунду. Здесь просто такое место, что... Так, ну давайте здесь, допустим, на ручничке встанем. Машины все равно будут ехать, и мы так просто привстанем здесь. Ну, кайф вообще же, а. Как же красиво. Так, а здесь у нас... Ё-моё. Это мотот-код-то оттуда приехали, кстати, по-моему. Не, ну круто, круто. Что сказать. Реально круто. Так, газюка в полюку, поехали. Какие-то здесь конусы. 60 километров в час. Пост полиции. На скорость, наверное, проверяет. Я не знаю, надо быть реально отмороженным водилой, чтобы здесь ехать больше 60. Так, куда ехать-то? Да, я еще не настроил приближение. А, ну да, все правильно, опять дальше мы на гору идем. Кстати, 27 километров нам, ребята, осталось. То есть 30 километров мы прям так замахнули, я вам хочу сказать. Ну, не ощутили, можно сказать. Потому что, как бы, движок там мощный, 500 коней. То есть наедем мы в районе сороковки постоянно. О, еще сильнее пошла. О, еще сильнее подъем пошел, и все, машина вообще окончательно просто тухнет. Давай, давай, пошел. Ё-моё, вообще еле-еле-еле душа в теле. Вот эту карту бы в мультиплеер. Ха-ха-ха-ха-ха. На этих дорогах жопа была просто. Смотровая площадочка такая красивая здесь. Так, и тут резкий такой прям поворот налево. Но тут встречки нет, поэтому, в принципе, можно не бояться. Давай, 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 давай. Идем, 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 идем. Вот эти зеленые тоннели, конечно, держат, а не в тонусе. Мотор прям на пределе, можно сказать. Ну как, полторы тысячи вполне нормальный. Рабочий момент. Ну хорошо, держит, не переключается. Режим коробки мощностной стоит. Вот сразу видно по оборотам, то, что здесь еще у нас угол прибавляется. Сразу вниз пошли. И тяжелее машина стала идти. Но обратно, если ехать, спускаться только на горнике, на первом, на втором положении, либо на ретардере, на том же, там как-то выставлять его и спускаться уже вниз. А фонарить, вы посмотрите. Вот где-то там мы внизу с вами ехали. Крутяк. Как высоко. Молодец, молодец, фордец. Тянет, смотри, 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 что делает, а? Передачу держит, но не переключает. Прекрасно понимаю, что тяжело будет, если сейчас перекинется. Неинтересно даже, какой расход. Я не сделал, к сожалению, приближение, но кафе-то, может, там 130 литров сейчас расход, ребята. Офигеть. Просто капец. 130 литров. 131 даже, он постоянно растет. Давай, 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 давай. Я уже вижу финиш, ребята. Я почему-то думал, мы дольше будем ехать. Переключился. Ну, давай, окей. Здесь автомат, коробка. Переключатель под рулем, там справа находится. Так, здесь нам направо. Просигнализируем, хоть и поздно, но все равно сигнал подать нужно. Так, ну и мы въезжаем в какой-то город. Петрополис. Отлично. То есть, знаете, так похоже, как будто как вот в Юте, вот город Огден, он, по-моему, есть. Называется Огден. На скриншотах можно было увидеть тоже въездная такая стела. В Бейкерсфилде она есть, то есть ты как в рамку в такую въезжаешь. Ну, интересно, конечно, да. Сами городки, они, конечно, я смотрю, так простые, простые. То есть, ну, ё-моё, что такое? Это я заехал, наверное, на вот эти флеера. Которые призваны ночью обозначить разметку. Но я не думал, что они с такой коллизией будут. Гернячок. Чуть-чуть подтормозим и все, и тормоза больше мы не трогаем. И потихонечку спускаемся вниз. Но это все равно мы, даже если по карте там, по-моему, смотрели мы в начале, это мы где-то в такой индустриальной зоне находимся, что это как бы далеко-далеко не финалочка, так скажем. Ну, не центр города. А крайну можно так назвать. И то здесь застройка, смотрите, какая вверх идет, да? Уфо. Ну, да, объекты, как я здесь вижу, позаимствованы некоторые с АТС-а. С Нью-Мексико в частности. С Аризоны, по-моему, тоже есть. Так, ну мы еще не доехали. Нам прям еще ехать и ехать. Ну, что, удивило, там загрузка на дороге. То есть просто метка стоит, видимо, это с какого-то магазина груз или что. Оп. Лежачие полицейские. Все нормально. Супермаркет. В плане, конечно, городов, да, судить по одному городу не стоит. Неизвестно, как там сделаны другие города. Может быть, там где-то на юге вообще все по-другому. То есть, опять же, в Бразилии я, ребят, не был ни разу. Поэтому как-то сказать, что да, здесь действительно вот так, а там вот так я не могу. Так, ну, здесь нам направо. Ну, так, в целом, очень даже интересная такая немногоэтажная застройка. Вот максимум там этажа три, наверное. Вот я вижу здание впереди белое. А в основном один-два вот этажа, пожалуйста. Такие крупные торговые центры, да, они, конечно, высокие здесь. Но я не думаю, что ляпали тут абы как. Потому что ребята как бы сами из той страны и сделали карту с твоей страны. Я не думаю, что они бы там... А, типа так пойдет. Их бы там свои бы, наверное, закопали за это все. И то здесь мы опять в гору поднимаемся. То есть, это еще, повторюсь, ребят, это не самый север. То есть, там еще ехать и ехать. Так, нам куда-то на стройку надо будет, как я понимаю. Каменные плиты эти привезти. Куда здесь заезжать-то? На эту стройку. А, вот с этой стороны через тротуар, что ли? Ну, нормально. Что я хочу сказать? Неплохо. Неплохо. Только я не знаю, как они сюда этот тротуарный камень загрузили. Ну, ладно. Об этом истории умалчивают, как говорится. Так, ну, припаркуемся здесь. Потому что у нас будет солнышко светить на машину. И будет красивый кадр. В общем, ребята. Вот такой вот у нас сегодня получился ролик. Вот такой вот у нас получился рейс. Надеюсь, он вам понравился. Мне так очень понравился. Потому что, ну, надо как-то переключаться уже на какие-то другие карты. Европа это, конечно, хорошо. Промоция это здорово. Но посмотреть на какие-то другие местности. На какие-то другие достопримечательности. Тоже, я считаю, нужно. И вот эта карта, ну, прям как нельзя кстати для этого подходит. Опять же, да. Стоит она там в районе 40 баксов, если я не ошибаюсь. Ну, дофиговасто, да. Там при нашем даже курсе. То есть, ну, приличная цена. Как бы, да, ребят, согласен. Но, кто не имеет возможности ее приобрести, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому ролику. И в следующий раз мы обязательно прокатимся где-нибудь еще по Бразилии. Карта большая. И я думаю, что в какую-нибудь провинцию забуримся. Прокатимся по этим самым мостам. Возьмем какую-нибудь машинку местную интересную. И получится у нас очень интересный ролик. Все, ребята. Спасибо вам всем огромное за внимание. Пока-пока. Увидимся.